Как управлять профессиональными педагогическими кадрами? Как правильно и системно работать с одаренными детьми? На эти и многие другие вопросы сегодня отвечали участники фестиваля «Наша новая школа Алтая-2013». Второй день был посвящен работе по номинациям. Всего их шесть. В каждую вошло несколько десятков работников образования. Представители школ-лидеров рассказывали о тех программах, которые они разработали и внедрили в школьную жизнь. Свой опыт они представляли коллегам и жюри, состоящему из специалистов АКИПКРО и Главного управления по образованию и молодежной политике Алтайского края. Очень интересный опыт, который был оценен и членами жюри, и участниками номинации, представила Первомайская СОЖ номер 2 Бийского района. Они как раз используют современные информационные технологии в работе школ своего школьного округа. Не только школ, у них в округе четыре школы, ну кроме их, четыре малокомплектные школы и один детский сад. Так вот, они примерно 70% мероприятий проводят с использованием инвестиционных технологий. То есть это конкурсы для детей, это конкурсы для учителей, это олимпиады, это различные семинары. То есть используют современные технологии для решения насущных задач. В течение дня прошло несколько мастер-классов. Наталья Скорощока, учитель химии, рассказала о работе с интерактивным мобильным комплексом на своих уроках. Ее профессиональный опыт может пригодиться учителям и других предметов. Позволят людям, учителям естественных наук, химии, биологии, физики на моем опыте внедрять в работу вот такие вот мастер-классы с использованием современных цифровых образовательных ресурсов. После все участники фестиваля собрались в актовом зале на выступлении Ирины Дроздовой, начальника отдела дошкольного и общего образования Главного управления по образованию и молодежной политике Алтайского края. Она рассказала о распределении инновационного фонда и ответила на вопросы педагога. Ирина Николаевна руководила работой номинации, посвященной работе с одаренными детьми, и поделилась с нами своими выводами, сделанными после всех докладов по данной теме. У школ сегодня определенный интерес к этой теме есть. И многие, конечно, школы работают в этом уже направлении. Конечно, сложность составляет в том, дать определение, кто такой сегодня одаренный ребенок, талантливый ребенок. Но чтобы выявить этих детей и как-то организовать с ними работу, естественно, в первую очередь необходимо создать условия. Это и подготовка кадров, и создание материально-технической базы. В завершении дня работники АКИПКРО провели экспертные консультации по информационной карте как в форме представления инновационного опыта и подвели итоги проектной конференции, которые показали, какой путь прошли школы-лидеры, чего они добились и к чему еще стоит стремиться. Субтитры создавал DimaTorzok